У меня сегодня тема пластыри магнитные от гиперостоза. Причем, давайте сразу будем понимать, что гиперостоз – это избыточные отложения солей, гиперостоз. То есть это разрастание костных структур, которые выходят за грань нормы. То, что называется в народе отложение солей. То есть пластырь магнитный, он работает не только при пяточных шпорах, при косточках на ногах, хотя все говорят, пластырь от косточек. Этот пластырь работает при любых избыточных разрастаниях костных структур. Таких, допустим, как спондилез в шейном отделе позвоночника, или в грудном отделе позвоночника, или в поясничном отделе позвоночника. То есть что такое спондилез? Это такие вот тоже, как шипики вырастают на телах позвонков, костные отложения, которые препятствуют избыточным движениям позвоночного столба. Это защитная функция, но тем не менее они могут после сдавливать нервные корешки и вызывать очень серьезные проблемы у пациента. То есть пластырь от гиперостоза работает при избыточных костных разрастаниях в любом месте. Ну и конечно, почему его очень любят люди, у которых косточки на стопах. Что такое косточка? В медицинской терминологии это называется халюкс вальгус, то есть вальгусное искривление большого пальца. То есть когда идет отклонение или же пальцев, или конечности кнаружи, это называется вальгусное искривление или вальгус. Вот в коленочках бывает, ноги тоже расходятся в разные стороны у людей, да? Это вальгусное искривление. Если идет искривление кнаружи и стопы внутрь идут, то это варгус. То есть есть вальгус, есть варгус. Но это латинская терминология, она в принципе вам особенно не нужна, но на медицинском языке это называется халюкс вальгус. И эта проблема связана на самом деле не с вот этой косточкой как таковой, да? То есть это сустав, ясно-фаланговый. То есть вот здесь вот есть косточки стопы самую непосредственно, да? А это косточки большого пальца. То есть здесь есть межфаланговые суставы и есть сустав, который соединяет косточку большого пальца с уже косточками непосредственно самой стопы. И здесь ситуация получается какая, друзья мои? Почему возникает вот это вот искривление? На самом деле, на самом деле кости большого пальца должны располагаться, ну вот где-то вот так, да? Причина вот этой проблемы, вот этой вот, это чаще всего плоскостопие. Или продольное, или поперечное. Потому что плоскостопие бывает нескольких видов. Это никак не, как говорят, у вас много кальция. Знаете, вот мне очень нравится, когда на приеме терапевт говорит женщине в возрасте, вам кальций пить нельзя, посмотрите, у вас и так много кальция, посмотрите, какие у вас косточки на ногах, да? Или же там показывает на пальцах вот эти вот характерные для деформирующего остеоартроза изменения. И говорит, у вас и так много кальция, у вас отложения кальция. У вас вот какие отложения солей, вам кальций нельзя. Друзья, вот эти отложения не имеют вообще никакого отношения к избытку кальция. Наоборот, чаще всего это случается уже в более старшем возрасте, когда у человека дефицит кальция. Вот эта проблема, она связана с плоскостопием и, естественно, ношением той обуви, которую людям с плоскостопием носить нельзя. То есть это обувь на высоком каблуке, которая дает нагрузку высокую, большую, вот именно на вот эту вот зону стопы. Обувь с узким носком, да, когда идет давление на большой палец, и он начинает уходить куда? Правильно, в сторону остальных пальцев стопы. Что в таком случае происходит? Из вот этого нормального положения косточки большого пальца начинают уходить куда? В сторону внутренней части стопы. И вот этот сустав, который соединяет последнюю фалангу большого пальца с костями непосредственно самой стопы, вот он начинает меняться. Начинает суставная поверхность последней фаланги большого пальца отходить в сторону. И, соответственно, понимаете, да, суставные поверхности вот здесь вот, что происходит с суставными поверхностями? А вот что происходит, вот здесь, как сказать, разъем, да, а вот здесь суставные поверхности плотно соприкасаются. То есть вот здесь, как бы они как оголяются, а вот здесь плотное соприкосновение. И что? Правильно, зона трения и зона разрушения. В зоне трения и зоне разрушения возникает что? Правильно, вторичное воспаление. И возникает отек периферический, болевой синдром, покраснение. И вот тогда косточка, так называемая, начинает беспокоить пациентку или пациента. Понимаете, о чем я говорю? Понятно объясняю. Друзья мои, меня хорошо слышно? Я, конечно, очень много всего нарисовала. Сейчас постараюсь еще раз. То есть смотрите, у нас в силу того, что начинает уходить костная структура внутрь, да, в сторону внутренней поверхности стопы, меняется что? Правильно, расположение суставных поверхностей друг относительно друга. Вот, смотрите, вот суставная поверхность, вот здесь вот, да, это косточки стопы, а вот здесь это суставная поверхность, ну, грубо говоря, последней фаланги большого пальца. То есть здесь вот плотное смыкание, а вот здесь идет, ну, как оголение, да, то есть вот здесь они не соприкасаются практически с суставной поверхностью. Вся нагрузка ложится сюда и возникает периферическое воспаление. Друзья, у кого нет звука, пожалуйста, перезагрузите компьютер, это, скорее всего, у вас проблема. У остальных звук, насколько я понимаю, есть. Так вот, когда начинает возникать воспаление, возникает болевой синдром, человек не может носить даже обычную обувь, ему удобную ранее, а уж не говоря о модельных туфельках, потому что там чаще всего заужен носок, там чаще всего высокий каблук, давление на эту зону возрастает, и человек переходит вместо обычной для себя обуви на тапочки, что очень многим не нравится. Кроме болевого синдрома не нравится еще и нарушение эстетики, да, то есть некрасиво для многих женщин, это очень важно. И женщины, которые могут терпеть боль, да, согласны терпеть боль, только бы выглядело красиво. Вот. Так вот, вот здесь, а вот здесь, это еще небольшие изменения на самом деле. Хотя все обычно начинается с легкого покраснения в этой зоне и незначительного, незначительной так называемой припухлости. Но если не заниматься этой проблемой, то она может прийти и к вот такой ситуации, когда деформация и отведение к наружу, да, и вот дистальных отделов большого пальца, то есть они уходят кнаружи, да, а медиальные отделы, они уходят внутрь. И когда вот такое отведение достигает выраженной степени, тогда большой палец начинает уходить под второй палец стопы. И что происходит? Пальцы начинают располагаться друг над другом. И тогда возникает еще давление на вот эту зону. То есть этот палец, второй, лежит на большом пальце стопы. И естественно вот это возвышение, оно начинает упираться в, что, вверх обуви, да, и естественно это добавляет дискомфорта человеку. То есть это очень серьезная проблема на самом деле. Ею страдует огромное количество людей. Я видела даже молодых женщин с вот такими вот очень серьезными проблемами. Согласна, что это некрасиво, это болезненно, и человек хочет от этого избавиться. И вот когда мы рассматривали, какой из пластырей выбрать для работы, и с данной проблемой в том числе, мы провели мониторинг, мы поговорили со специалистами, которые знакомы с этими пластырями, и выбрали вот этот вот пластырь, поскольку о нем шли самые великолепные отзывы. Сказали, что вот этот пластырь работает при косточках, при гиперостозах лучше всего. Давайте посмотрим состав этого пластыря. Что в нем? Состав полностью натуральный. То есть в нем экстракт виноградной лозы, в нем куркума, который обладает выраженным противовоспалительным эффектом, стимулирует процесс восстановления суставных поверхностей, а экстракт виноградной лозы, он способствует улучшению состояния суставных поверхностей и препятствует разрушению их. А женьшень – это, естественно, адаптоген, он улучшает состояние клеточек, в том числе клеточек суставных. Горчичный порошок, то есть этот пластырь дает чувство такое прогрева достаточно интенсивного, хотя красноты, как после вот обычного горчичника, после него нет. Но горчичный порошок в его составе улучшает кровообращение, улучшает приток крови, способствует обновлению клеток, плюс там есть шафран и есть еще ряд трав, типичных для тибетско-шанхайского Нагорья, которые обладают выраженным оздоровительным эффектом, противовоспалительным эффектом при вот такой вот суставной патологии. Плюс в этом пластыре находится маленький магнит. То есть это еще дополнительно магнитотерапия. Я вам хочу сказать, что вот буквально сегодня мы получили отзыв от одной из наших пациенток, у которой была выраженная косточка на ногах. То есть смотрите, вот то, что человек написал, и знаете, у меня к вам огромная просьба, друзья мои. Когда вы начинаете заниматься собой, и у вас есть проблема, которая, видимо, глазами, то есть вы ее видите, и вы ее можете сфотографировать. Сейчас у всех смартфоны, потому что многие задают вопрос, а как было до того? А до того было так, вот приблизительно, я так понимаю, приблизительно где-то вот так, может быть чуть-чуть получше. Поскольку, как пишет Светлана, у нее второй палец стопы, как она говорит, наезжал на большой палец, то есть вот этот вот пальчик, он располагался над большим пальцем. На самом деле не второй палец наезжал, а первый палец уходил вот сюда, в эту сторону, и поэтому по неволе второму пальцу приходилось располагаться над ним. То есть мы уже об этом говорили, как это возникает. То есть не вот этот палец наезжает, а вот этот палец уходит в сторону, да, а вот эта вот часть, вот этот сустав, он и головка вот кости, фаланги, она уходит внутрь, да, то есть конечный отдел большого пальца уходит кнаружи, а вот эта вот часть большого пальца, да, то есть последняя фаланга большого пальца, она уходит вот сюда, внутрь. И вот возникают такие проблемы и изменения именно в этом суставе. То есть второй палец в принципе он ни при чем здесь. Хотя тоже бывают изменения различного рода, варианты деформирующего артроза у женщин с возрастом. Но тем не менее, вот именно при вальбусном искоревлении большого пальца вся проблема в большом пальце. И естественно тоже у Светланы был выраженный дискомфорт. И она решила воспользоваться нашими замечательными пластырями от гиперостоза. Я вам сразу скажу, друзья, что Светлана использовала пластыри не так, как рекомендует производитель абсолютно. Потому что производитель рекомендует носить пластырь всего два дня, потом делать перерыв, денек и ставить следующий пластырь. Но Светлана решила сделать по-своему. Наш народ любит собственные техники и рецепты изобретать. И они зачастую очень хорошо работают. То есть Светлана использовала по пять дней пластырь на каждой ножке. Но я вам сразу скажу, что пластырь мочить нельзя. То есть если вы его используете пять дней, вам придется соблюдать гигиену каким-то образом, частично. То есть там или обтирание делать влажный ножик или еще что-то. Потому что если вы намочите пластырь, то можете его снимать и выбрасывать. То есть вот пластырь был использован на вот эту часть стопы. И то, что мы с вами сейчас видим, это действительно удивительно. Потому что когда мне прислали результат, то есть Светлана написала, фото результата предлагаю. И сфотографировала свою ногу, я говорю, а что там была косточка? То есть понимаете, вот от той косточки, которая была когда-то большая, которая деформировала, в том числе и второй палец стопы, вот осталось вот это, знаете, ну это надо еще придраться, чтобы сказать, что это косточка. Шикарный результат, великолепный результат. И друзья, я вас очень попрошу, когда вы начинаете вот пользоваться такой продукцией и есть изменения внешне видимые, фотографируйте, пожалуйста. Вот косточку надо было бы фотографировать в процессе. Да, там поставила, там через 10 дней еще фото, да, сделала фото, через 10 дней еще фото. Потом через 10 дней еще фото. Представляете, какой бы вот, какая динамика была бы видна на фотографиях. А так мы видим только конечный результат. Мы понимаем, да, что проблема была, что человек очень доволен. Но тем не менее, я считаю, что вот такой результат, это просто шикарный результат. Честно, даже я такого не ожидала, потому что я знаю, когда выраженное искривление, очень сложно что-то сделать, когда уже идет изменение топики, то есть положение пальцев друг относительно друга. А здесь вот такой вот замечательный, шикарный результат. Точно такой же результат у нас есть у Натальи, у Щегольковой, насколько я помню, да, Оксана? Наталья сама доктор, фельдшер, очень грамотный человек, к которой обращаются за советом очень многие знакомые. У нее как таковой деформации еще не было, то есть косточки как таковой не было, но она, видимо, вот только начинала формироваться, и был выраженный болевой синдром. И уже при применении первого же пластыря болевой синдром ушел. То есть, понимаете, вот для нас, когда у нас что-то болит, для нас самое важное убрать боль, согласны? И когда вот такой результат получает человек, ну это, естественно, радует, радует и еще раз радует. Я вам расскажу еще один очень интересный случай. У нас есть Ирина, она живет в Москве, там сложная достаточно ситуация с состоянием здоровья. И в один из дней прекрасных у Ирины возникает резкая боль в области пятки со стороны подошвы. Резкая выраженная боль. Ирина идет к врачу, естественно, врач ей говорит, ну что пяточная шпора пока не вырастет и не сформируется, будет болеть. Назначает болеутоляющие препараты, болеутоляющие препараты не помогают. Ирина начинает ходить по частным клиникам. В частных клиниках, ну там же знаете, да, как закон, чем больше денег снимешь с пациента, тем лучше. То есть, ее начинают гонять по всем анализам. То есть, она на бешеные деньги сдает анализов разных. Снимки делает там, КТ делает, МРТ делает. Все говорят, ну пяточная шпора, ну в принципе можно удалить, но там в силу определенной ситуации операция была нежелательной. В силу общего состояния организма. Человек от боли измучился, болеутоляющие не помогают. И тогда ей, вот ее подруга, наш партнер предложила просто использовать вот эти пластыри. Ирина берет пластырь, наклеивает ее, и в течение первых суток у нее уходят все боли при растущей пяточной шпоре. Так вот, Ирина, это вот, как говорят, адепт наших всех пластырей. То есть, она и ортопедические пластыри активно использует для себя и своей семьи, и пластыри магнитные от гиперостоза. И она настолько довольна, вот знаете, когда говорят, что человек молится на продукт. Вот это как раз вот та самая ситуация, потому что там еще очень интересные результаты. Вот на нашей программе очищения у человека, она получила там очень хороший косметический эффект. Просто я не имею права, да, то есть согласие не получила на рассказ о той ситуации. Но то, что по пяточной шпоре вот так это сработало, это великолепно. Плюс масса отзывов у нас от людей с остеохондрозом, у которых идут тоже воспалительные процессы, болевые синдромы. Тоже очень довольны, используют пластыри магнитные, приклеивая их в точку максимальной болезненности и получают замечательные результаты. А также используют на область пораженных больных суставов при деформирующем остеохондрозе, при другой суставной патологии. То есть, этот пластырь работает как противовоспалительный, работает как болеутоляющий. Плюс идет вот такая вот, понимаете, вот назвали же его от косточек, ведь действительно какой результат. То есть, вот эти суставные деформации, он тоже работает и тоже убирает. Вот у нас не было опыта при ревматоидном артрите на этих пластырах. Но вот думаю, возможно, стоило бы попробовать. Это я говорю для Ирины, которая у нас сегодня присутствует. Мне сейчас просто мысль пришла в голову, потому что при ревматоидном артрите там тоже идет деформация, выраженная в области сустава. То есть, вот, пожалуйста, шикарный, народной цены продукт, понимаете? То есть, цена более чем адекватная. При вот таком результате, это просто великолепно, это просто шикарно. Друзья, используйте этот пластырь при любой костно-суставной патологии. У нас есть еще и ортопедические пластыри великолепные, которые тоже шикарно работают. Их можно сочетать, их можно чередовать. И вы будете получать великолепные результаты. Плюс, конечно, я всегда советую, когда мы видим вот такие вот изменения в области суставов, я, конечно, всегда советую кальций обязательно. Вообще, друзья, вот сколько об этом говорю, сколько я об этом говорю, очень мало вы заботитесь вот о своем здоровье все-таки профилактически. Потому что кальций, вот наш витокальций плюс наш рапановый кальций, перламутровый, его, это же органические натуральные кальции, который, причем он при попадании в организм, он очень быстро переходит в ионную форму. А кальция у нас у всех жуткий дефицит, его надо пить каждый день. То есть, если у нас есть суставная патология, то обязательно надо пить кальций. Да, пластыри магнитные замечательно работают от гиперостоза, но все равно сюда надо кальций. Это же возрастные изменения. Особенно у женщин, у них старше 40 лет начинает развиваться остеопороз в силу гормональных изменений. А где остеопороз, там слабенькие косточки. И там, естественно, нагрузка на сустав, она может быть неравномерной, всего того, что кость неравномерно уплотнена. И вот вам, пожалуйста, все артрозные изменения. Артростатин. Вот сюда бы я тоже дала артростатин. Как питание для суставов. Как чистейший глюкозамин, который дает великолепные результаты при суставной патологии. Обязательно дала бы. Понимаете? Коктейль суставит шикарно работает при суставной патологии. То есть у нас вот при заболеваниях суставов есть ряд продуктов, которые все зарекомендовали себя на 100%. Вот смотрите, Ирина пишет. Я вам сразу скажу. Ирина у нас человек, который страдает ревматоидным артритом в тяжелой форме. Вот отзыв. Ну, по ортопедическому пластырю. С первого дня ушла сильная боль в коленном суставе. То есть вот представьте, или принимать сильнодействующие болеутоляющие препараты, которые раздражают желудок, меняют формулу крови при длительном приеме. Или же приклеить пластырь, в состав которого в действующее вещество входят только натуральные ингредиенты. Это относится и к пластырю магнитному от гиперостоза, это относится и к нашему ортопедическому пластырю. Смотрите, тема была, да, про пластыри от косточек. А коснулись-то, вы же понимаете, что это проблема всего организма. И это недаром вылезает в возрасте проблема, потому что именно в возрасте меняется структура костной ткани, начинает развиваться остеопороз. Если вы хотите, мы следующую лекцию посвятим остеопорозу, потому что это настолько актуальная проблема, это кричащая проблема в наше время, даже у детей дошкольного возраста сейчас находят остеопороз. То есть, если это вам интересно, мы следующую лекцию можем посвятить остеопорозу и тому, как это предотвратить. А сегодня позвольте мне закончить по поводу пластырей от косточек, потому что, ну, я думаю, что это достаточно была убедительная информация, интересная для вас информация. И, естественно, пожалуйста, вы можете это заказать через наших представителей в регионах, вы можете это увидеть у нас на сайте, всю ценовую политику, да, все ваши возможности. И, пожалуйста, добро пожаловать в мир здоровья, в компанию «Геогрупп». Пользуйтесь нашим великолепным продуктом, получайте результаты, присылайте нам отзывы, присылайте нам фотографии, потому что это очень важно. И желаю вам, конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Продолжение следует...